здравствуйте дорогие друзья в студии вестника кавказа как всегда обсуждаем главные новости за неделю в регионе южного кавказа в программе главное и сегодня у нас в гостях генеральный директор каспийского института стратегических исследований главный редактор журнала национальной обороны игорь юрьевич короченко игорь юрьевич здравствуйте на этой неделе проходит и в россии и в азербайджане такие большие международные форме в петербурге это международный экономический форум который уже за два дня собрала рекордное количество участников и параллельно в азербайджане проходит бакинская энергетическая неделя в этот раз она впервые проходит при поддержке опек что говорит о высоком статусе мероприятия и это один из шагов к подготовке коп 29 который пройдет в ноябре и поэтому на этой энергетической неделе важное значение уделяется зеленой энергетики они только обычным нашим традиционным углеводородом уже заключено несколько важных соглашений в том числе с компаниями из арабских эмиратов на две солнечные одну ветряную электростанцию также были заключены коммерческие соглашения с турцией о поставках газа строится трубопровод из эрзурума в нахичеван продолжает строится и тоже там были соглашен соглашения заключены и вообще хотелось бы поговорить о том как такие большие мероприятия влияют на имидж азербайджана в мире и какое сейчас значение имеет азербайджан в на энергетическом мировом рынке учитывая новые геополитические реалии игорь юрьевич ваше мнение безусловно азербайджан является одним из ключевых игроков на международном энергетическом рынке связано это конечно с тем наследием можно сказать да который получил азербайджан в виде масштабных залежей углеводородов безусловно здесь огромную роль сыграли те контракты века которые были заключены в предшествующий период гейдаром алиевым и вот это вот выстроенная схема взаимодействия с ключевыми международными игроками позволила азербайджану достаточно быстро уверенно решить две главные проблемы первая проблема это реализовать с помощью внешних инвесторов масштабные проекты по добыче нефтегаза и обеспечению их экспорта вторая не менее важная задача за счет поступающих в казну финансовых ресурсов выстроить сильную диверсифицированную экономику сегодня в свете всех прошедших за минувшие четыре года геополитических изменений роль значения статус азербайджана как ключевого мирового игрока на энергетическом рынке вырос еще более значительно но собственно бакинская энергетическая неделя лишний показатель и подтверждение этому факту во первых действительно как вы отметили на сегодня это событие уже не оригинального абсолютно международного масштаба подключение сюда опек и приезд влиятельных игроков лидеров компаний энергетического сектора пресс большой делегации венгрии тоже мы отмечаем все это лишнее подтверждение возможностей и статуса азербайджана ну реализован конечно самый масштабный наверное проект за всю современную историю даже не столько азербайджана вообще мирового энергетического рынка это южный газовый коридор конечно беспрецедентная беспрецедентный проект по степени своего успешного функционирования реализации и наращивания возможностей кроме того в рамках этого проекта решена еще одна важная задача это обеспечена энергобезопасность не только скажем так южного фланга евросоюза но и целого ряда балканских государств постройка ряда интерконнекторов позволила в общем-то загрузить дополнительно южный газовый коридор для прокачки соответствующих объемов природного газа с их дальнейшим поступлением разумеется в ряд балканских государств все это показывает что данный проект он может быть масштабирован возможности по прокачке дополнительных объемов имеется успешно реализуется ряд крупных проектов по освоению новых участков каспийского шельфа и все это опять же показывает вот ту очень продуманную четкую энергетическую стратегию которая реализует азербайджан мы не будем забывать что и нынешний азербайджанский президент на альхам алиев он говорится не понаслышке знает что такое и саккар и эти проекты поэтому здесь вот на та поддержка которую глава государства оказывает реализация этих проектов тоже она является очень важной но одновременно же мы видим что реализуются и успешно функционирует и стратегические нефтепроводы и в этом плане конечно же я хочу сказать что тот опыт который есть у азербайджана как по работе с ключевыми ведущими мировыми энергетическими компаниями мира это британские французские и российские и ряд других плюс наращивание возможности по освоению новых морских шельфовых месторождений все это создает азербайджан устойчивый запас прочности сегодня повторю еще раз это страна который в значительной степени зависит энергобезопасность европейского союза и как бы ни были активны противники азербайджана в том же самом евросоюзе мы знаем подстрекательскую роль франции ряда других стран тем не менее есть и те кто конечно же в европе понимает ценность важность азербайджана как стратегического энергетического партнера и они не просто уравновешивают а зачастую и нейтрализует враждебные действия в отношении баку со стороны тех же французов и некоторых других государств при этом вы также отметили важность скажем зеленой энергетики в этом плане конечно огромные надежды сейчас и планы связаны с мирным восстановлением карабаха поскольку здесь вопросы связанные с возможностью строительства и солнечных электростанций и каскада малых гидростанций и возможности использования ветра энергетики они впечатляющие в этом плане конечно же азербайджан следует в тренде на мировой повестке дня потому что зеленая энергетика она не просто востребована очевидно это определенной степени будущее ну и также успешно реализуется конечно и диверсификация экономики азербайджана для того чтобы снизить скажем фактор традиционных источников энергии уходить вот в те перспективные разработки которые в том числе будут определять будущее ну кстати здесь очень успешно складывается сотрудничество и соединенными арабскими эмиратами которые имеют ряд важных компетенций в области например солнечных электростанций активно азербайджан взаимодействует и с рядом других стран которые имеют те или иные компетенции ну и реализуется также успешно проект по экспорту зеленой энергии в европу через территорию грузии дальше через подводный энергокабель для того чтобы опять же диверсифицировать поставляемые источники и предоставляет внешним покупателям различные варианты взаимодействия хотел бы также отметить очень успешное развитие российско азербайджанского взаимодействия в данной сфере это то внимание которые лидеры крупнейших энергетических компаний россии таких как например газпром руснефть лукойл выстраивает на треке взаимодействия с азербайджанскими партнерами ну и заключение конечно еще раз хочу сказать что сегодня вопросы энергетической безопасности зеленой энергетики борьба с выбросом парниковых газов это мейнстрим на именно эти экономические казалось бы вопросы они во многом определяют уже практическую политическую повестку и конечно же надо отдать должное прежде всего конечно азербайджанскому лидеру хамали его за вот такое стратегическое видение мы видим что она и успех азербайджана присутствует не только в плане восстановления территориальной целостности в построении хороших диверсифицированных связей с соседними государствами на азербайджан сегодня нельзя оказать ни политическое не экономическое давление потому что с одной стороны страна чрезвычайно устойчива и и финансовая экономическая система адаптированы к любым внешним воздействиям риском а с другой стороны как бы вот такой разумный прагматизм лежащий в основе и внешней политики и в построении энергетики они дают очень мощный запас устойчивости для азербайджана ну а целом если резюмировать можно сказать что конечно же азербайджан уже не просто одна из региональных стран это один из ключевых международных игроков как в области политики военной безопасности так и в области экспорта и обеспечения энергобезопасности кстати говоря вот президент республики беларусь александр лукашенко не случайно когда вот недавно у него был визит в баку он совершенно четко сказал обращаясь к президенту алиева что на их мги дарыч вы теперь отвечаете не просто за азербайджан вы теперь отвечаете и за регион в целом как такой фактор стабильности предсказуемости ответственности это тоже показатель мне кажется что осознание вот этой новой роли азербайджана от которого в решающей степени зависит от важнейших геополитических процессов это тоже уже данность сегодняшнего дня ну вот как вам кажется вот эта стратегия ильхама гидаровича по поводу того что мы будем мирно да она налаживать экономические связи быть в тренде мировых процессов то есть по зеленой энергетики проводить такие крупные мероприятия в итоге может как-то повлиять на ту критику которая все-таки идет запада в сторону азербайджана или же они просто будут пропускать это мимо ушей просто пользоваться ну какими-то экономическими выгодами которые дает им азербайджан и все равно продолжать свою политическую критику ну слушайте современный мир мы прекрасно понимаем это зачастую не совпадение интересов и там где политические противоречия невозможно разрешить мирным способом остается только военные действия либо экономические санкции зачастую калечащего характера видим сегодня активизацию конечно целого ряда сил которым не нравится суверенный сильно уверены в себя азербайджан тем более восстановивший свою территориальную ценность то есть не осталось точек на которые можно было бы давить если раньше проблема карабаха использовалась разными странами опять же для того чтобы получать выгодные им решения либо наказывать определенные воздействия на боку то сегодня таких возможностей больше нет тем не менее остались силы которые будут продолжать действовать против азербайджана всегда давайте скажем кто это прежде всего конечно это мировая армянская диаспора со своей с точки зрения своего потенциала ресурсного политического медийного финансового что немаловажно конечно же это самодостаточная и очень опасная сила которая к тому же за счет своего влияния подкупа целого ряда крупных политических фигур на западе ну в том же европарламенте недавно вот вышел соответственно фильм расследования известны как бы армянские лоббисты действует всегда будут действовать всегда и постоянно во вред азербайджан вне зависимости от того как будет складываться даже межгосударственные отношения между баку и ереван то есть это самодостаточный игрок где сильные позиции в сша и конечно же мы видим как армянские лоббисты и подкупленные давайте скажем откровенно это уже факт обнародованные предъявленные там уже менедесу и ряд других крупных фигур армянских лоббистов принятие различного рода законодательных актов вредящих азербайджану ну из последних инициатив это вот требования там группы на лоббистов конгрессе сша принять некий списочный состав должностных лиц политиков военных руководителей спецслужб азербайджана которым будут инкриминированы надуманные обвинения на этом основании будут введены соответствующие санкции на государственном уровне вот имени сша американцы не будем также забывать что пытались создать свою пятую колонну в азербайджане но эта деятельность была жестко пресечена во первых азербайджанским мидом и службы государственной безопасности азербайджана и как бы достаточно жестко отреагировали и первые лица азербайджанского руководства на попытку скажем раскачать ситуацию вот вы знаете в моем вот таком списке прецедентов ну чтобы так можно было поступить и самое главное ответных действий сша пока нет это уникальный прецедент уже те кто пытались вот так ставить американцев на место дальше мы видели либо цветную революцию либо вторжение по тем или иным флагом и поводом отношения азербайджана это невозможно тоже показатель силы и значимости азербайджана но деятельность соответствующих армянских лоббистов сша будет продолжаться они там на структурированы имеют очень хорошие лоббистские возможности в конгрессе в сенате в палате представителей еще раз говорю что у целого ряда жены армянского происхождения они тоже влияют на своих мужей ну то же самое на нас да и в этом плане как бы вот эта работа против азербайджана будет вести продолжаться то же самое во франции здесь уже и личные мотивы макрона который просто ненавидит азербайджан всего целого ряда причин опять же последние события когда была вскрыта и разгромлена сеть французской внешней разведки на южном кавказе в азербайджане но тем самым макрону бросили перчатку в лицо конечно по своему психотипу достаточно мелкий мстительный политик и поэтому вот ну давление на азербайджан со стороны франции будет продолжаться но если другие скажем ангажированные фигуры в том же самом европарламенте но в целом как бы я так полагаю что здоровая часть евросоюза прагматично настроена будет уравновешивать нейтрализовывать а в перспективе возможно и перевесит усилия врагов противников азербайджан плавно перейдем тогда к следующей нашей теме на этой неделе армения предоставила 9 пакет поправок по мирному договору азербайджану азербайджан их принял рассмотрела обе стороны высказали свои мнения о том что часть нерешенных ранее вопросов решилась и что процесс к мирному договору движется но при этом во вторник министр иностранных дел армении арарат мирзаян выступая в парламенте сделал заявление что у обеих стран южного кавказа есть претензии к конституциям друг друга к моментам которые мешают препятствуют подписанию долгосрочного мирного договора и на это мид азербайджан отреагировала и заявил что никаких территориальных претензий к соседям в конституции азербайджана нет и вообще непонятно что мирзаян имел в виду игорь юрьевич а вот что имел в виду мирзаян и за что за этим вообще стоит потому что как только мы видим о том что какой-то позитивный процесс в вот этом мирных переговорах происходит тут же происходят какие-то высказывания непонятные провокационные со стороны армянских властей так каждый раз это попытка уравновесить ситуацию дело в том что в конституции азербайджана нет территориальных претензий к армении а вот в конституции армении есть прямые отсылки к ряду законодательных актов в которых де-факто предъявляются территориальные претензии к азербайджану со стороны ереван на это обратили внимание разумеется азербайджанские переговорщики и какова логика баку ну сегодня пашинян он подпишет мирный договор а завтра если его не будет ли были если его свергнут и вы если придут другие силы зачастую реваншистки может быть настроенная и они в данном случае могут сказать что подписанный мирный договор он уничтожен юридически конституционный суд армении принимать соответствующие решения и пожалуйста на возможности окно для новые армянской агрессии войны против азербайджана открыто поэтому боку ставят вопрос о том что необходимо решение этого вопроса значит либо принятие парламентом армении решений в которых аннулируется ранее существовавшие и до сих пор юридически действующие де-факто на территориальные претензии либо проводится референдум на котором граждане армении принимают новую конституцию но фактически это будет полибисцит доверия и самому пашиняну и тому мирному договору который он вроде бы как намерен подписать с азербайджаном но в любом случае важно понимать что на это переговорные позиции к мирному договору в любом случае необходимо идти и начавшийся процесс делимитации демаркации государственной границы на первом участке он успешно реализован соответственно есть возможность и продолжение этой работы хотя надо сказать что не все политические силы в армении встретили это позитивно но мы видим сегодня как тот же самый баграт галстанян как представитель армянской апостольской церкви и международной армянской диаспоры фактически выдвинут на ван сыну армянской политики чтобы сместить пашиняна сделать невозможным дальнейший мирный договор с азербайджаном и продолжение делимитации демаркации государственной границы поэтому важно то что называется захеджировать политические риски в этом плане абсолютно справедливо то что азербайджан эти вопросы ставит ну а рарат мерзаян просто старается отзеркалить тоже предъявляет какие-то претензии к азербайджанской конституции мне кажется исключительно во внутриполитических и внешнеполитических целей поскольку еще раз подчеркиваю у азербайджана нет и не зафиксировано в том числе в конституции каких-либо территориальных претензий к армении а вот в армении наоборот они есть и позиции азербайджана здесь с юридической точки зрения абсолютно справедливо и безукоизненно но вот какие перспективы как он думается будет развиваться вы знаете но перспективы разные мы ждали подписание мирного договора и в двадцать втором и в двадцать третьем году видели как все это не просто сам процесс идет видели и вооруженные провокации со стороны армении на которые азербайджан был вынужден отвечать точными хирургическими силовыми операциями но сейчас мне кажется вот сама ситуация она благоприятствует тому чтобы может быть даже в конце этого года мирный договор был подписан самое главное что процесс делимитации демаркации государственной границы может идти параллельно и это скажем не условия и не препятствие подписания мирному договору но есть ряд вопросов которые как бы все таки мы говорим на которые армении вынуждена будет так или иначе решать во первых это передача карты минных полей ну миллионы армянских мин остались на тех территориях которые были освобождены это серьезная гуманитарная проблема чем международного уровня я вообще считаю что по этому вопросу необходимо специальное заседание генеральной ассамблеи оон где приняли бы соответствующую резолюцию где международное общество с одной стороны как бы будет помогать азербайджану и политически практически выделяться соответствующие ресурсы средства для разминирования предоставляться соответствующие специалисты возможно в рамках специальной миссии он по разминированию карабах второе армении должны передать карты минных полей ну и третье в общем то выплаты в том или ином виде из армянского бюджета мы не назову это репарации ну скажем компенсационные выплаты на восстановление опять же вот этих территорий хотя бы избавление их от армянских мин это справедливое абсолютно решение вопроса дальше что еще необходимо зенгизурский коридор пункт 9 трехстороннего заявления вот 10 ноября 2020 года подпись пашиняна стоит он отказывается это реализовывать россия и азербайджан настаивают чтобы это было сделано поэтому так или иначе эту проблему надо решать ну и наконец это я считаю суд над теми армянскими политиками и военными кто виновен в ахаджалинском геноциде это преступление против человечности срока давности не существует и точно так же как израиль находил наказывал гитлеровских преступников виновных в холокосте точно также должна наступить ответственности для тех кто причастен к жилинскому геноциду это тоже вопрос не исключительно скажем а азербайджана либо азербайджана армянских отношений это проблема международного характера здесь я думаю что экспертное сообщество будет активно подключаться к тому что чтобы это обсуждалось на различных формах площадках и армения официально признала себя страной агрессором принесла бы официальные извинения азербайджану и компенсировала пусть не сразу но поэтапно тот ущерб который она нанесла в азербайджанскому народу экологии и собственно загладила принесенный счет но там не кажется что мировое сообщество вот что на проблему мин в карабахе что вот на хаджалин скую трагедии или там другие преступления которые совершали в ходе первой мировой первой карабахской войны как-то закрывает глаза то есть такое ощущение что азербайджан об этом старается говорить на очень многих международных площадках а в ответ как будто тишина нет политика это искусство возможного добиться можно всего вопрос в какие сроки какими усилиями силами и самое главное кто это будет делать поэтому я здесь настроена абсолютно оптимистично еще раз говорю очень важна роль экспертного сообщества я убежденный сторонник этого потому что зачастую мы сталкиваемся с тем что нужна внешняя экспертиза тем или иным вебера принимаемым решением а вторых экспертно-аналитическое обеспечение принятия тех или иных управленческих решений в том числе в международных организациях международном формате это абсолютно необходимая вещь в этом плане я считаю что необходимая инициатива когда бы допустим в баку мог быть бы проведен такой форум ведущих экспертно-аналитических центров мира для того чтобы можно было опять же не просто сверить часы но еще раз вот в этом представительном формате довести точку зрения баку на весь комплекс проблем которые являются наследием вот этих непростых 30 более более лет на армянских оккупационных сил что осталось от армянской оккупации какие проблемы волнует азербайджан как необходимо решать статусе за байжана вполне позволяет это сделать мы видим вот например на санкт-петербургском международном экономическом форуме сейчас владимир путин встретился с руководителями на крупнейших информационных агентств мира где изложил точку зрения кремля на ключевые международные проблемы нас впереди в июле 2 глобальный медиафорум в шуше на первом выступал президент их амалиев ну очевидно он выступит и сейчас это одна хорошая возможность заявить комплексно о взгляде азербайджана на проблематику южного кавказа и более широком глобальном контексте на происходящее событие а второе это необходимо вот провести я думаю такая инициатива будет полезная она будет услышана в баку это ну вот такой международный форум ключевых мозговых центров мира для того чтобы по крайней мере те люди которые ну вовлечены готовят определенные справочные аналитические материалы руководителям государства администрациям глав государств могли бы по крайней мере тоже во первых выслушать точку зрения азербайджана учесть ее и может быть даже выйти на какие-то конкретные решения в этом плане опять же и деятельность бакинской инициативной группы которая занимается проблематикой французского колониализма в современном мире и преодоление этих последствий тоже могла бы опереться на потенциал экспертно-аналитического сообщества для отведения своих собственно мыслей идей практических результатов работы до возможно более широких кругов международной политической элиты через соответствующие мозговые центры тех стран которые заинтересованы и будут приглашены к совместной деятельности спасибо большое игорь юрьевич а вот вы кстати отметили по поводу владимир путин дал большой такой был большой разговор с разными представителями разных стран и по моему она отметил как раз азербайджан в плане русского языка и вообще как ну вы знаете я думаю что российско-азербайджанские отношения это вообще пример для постсоветского пространства во-первых отличное отношение между первыми лицами второе это уважительно отношения друг другу к нашему общему культурному и языковому наследию в этом плане конечно забота азербайджана русском языке беспрепятственная деятельность и поддержка русской общины азербайджана и деятельность соответствующих приходов рпц в азербайджане все это осуществляется под покровительством при поддержке конечно же первых лиц азербайджана мы особо отмечаем вот эту огромную роль конечно которую играет и ильхам гидарович алиев и его супруга первый на вице-президент михрибан алиева женщина которой мы все восхищаемся ее умом и красотой и конечно же вот ну таким стратегическим видением будущего в этом плане еще раз говорю для нас азербайджан это не просто одна из постсоветских стран это ближайший наш стратегический партнер союзник фундамент наших отношений декларация о союзническом взаимодействии помню в каких условиях она была подписана и этот мужественный ответственный шаг президента алиева который прилетел накануне известных событий которые меняют мировую геополитику прилетел в москву подписал эту декларацию с президентом путиным и мы будем безусловно выполнять невзирая на то что есть и силы в том числе у нас внутри россии которые пытаются противодействовать поступательному и эффективному развитию российско-азербайджанских отношений но я думаю что альтернативы никакой нет два сильных эффективных лидера две сильных эффективных страны а самое главное политической волей настроен на всестороннее сотрудничество и кстати посмотрите вот любой формат переговоров между представителями правительств недавний визит вот большой парламентской делегации азербайджана в россию те переговоры которые прошли в целом все это создает мощный фундамент нашего движения и развития вперед ну конечно и очень хорошие отношения между народами меня вот недавно мой хороший товарищ он занимает один из таких важных постов в одном из ведущих государственных российских медиа просто женой вот полетел как говорится дикарем отдохнуть баку наверно из просто в восторге от города то сочетание уникальных бережно возрожденных памятников древности современным ультра таким я бы сказал устремленного в будущее фасадом нового баку отличная гостеприимная атмосфера дружелюбно настроенные люди все знают русский язык и очень хорошее такое впечатление просто в восторге были вот как говорится изнутри посмотрели никто их там не встречал не сопровождал сами полетели это лучший показатель как все это происходит поэтому мне кажется что здесь у нас есть очень много важного и нужного впереди ну конечно необходимо культурное взаимодействие на плане огромную роль играет конечно фонд гейдара ли его и нам надо укреплять вот это вот межкультурный диалог межцивилизационный диалог выходить на то что объединяет всегда эта культура и еще раз вот пользуясь случаем хотел бы уже как я был много раз уже после 2020 года в азербайджане и хочу отметить как возрождаются из пепла те шедевры исторического культурного наследия азербайджана которые казалось бы были утрачены навсегда все это работа фонда конечно гейдара алиева потому что и восстановленные мечети исторические здания в шуше вагдами физулии вообще крабах это будет мне кажется такая мекка мирового туризма на ближайшие 50 лет как все это дело сейчас восстановится запустится мне кажется российские компании внесут соответствующий свой вклад было бы очень полезно чтобы россия наряду как это делает узбекистан казахстан построила бы за свой счет школу новую современно опять же в карабахе для того чтобы быть в этом тренде поддержать азербайджан на треке восстановления обретения того что было вот казалось бы разрушено утрачено навсегда а сегодня усилиями конечно и выше исторической справедливости и усилиями азербайджана и конечно беспрецедентно успешной деятельностью президента азербайджана и хамалиева сегодня мы видим вот такой трюф трюф вообще хочу сказать что успехи азербайджана вот в области военного строительства результатом который стала и победа во второй карабахской войне капитуляция армении и а дальше антитеррористическая операция которая занимала менее сутки все-таки это показатель стратегического введения азербайджанского руководства как надо решать современные проблемы точечно кратчайшие сроки хирургически безукоризненно ну а дальше возрождение конечно карабаха потому что тот же самый физулинский аэропорт построены менее чем через год но отвечающий всем нормам и кау это великолепно просто памятник а технологический триумф азербайджана вот эти новые кварталы домов в агдами физули в шуше ну новые умные города деревни просто азербайджан покажет миру облик будущего как это может быть мы всегда вот с таким интересом смотрели как это происходит в арабских странах зоны персидского залива тирсом и вае катар но сегодня вот пример будет конечно у всех на устах и пример для подражания это азербайджан ну вот российско-азербайджанских отношений перейдем к последней нашей теме российско-армянским отношениям на этой неделе замминистра иностранных дел россии михаил галузин заявил о том что значительно похолодали отношения между армении и россии по линии министерстве иностранных дел и военно-техническом сотрудничестве о том что срываются встречи министр иностранных дела не встречается с министром иностранных дел россии армянский министр вот и вообще вся эта такая тенденция ведет к тому что связи рвутся хотя не все там на дипломатическом уровне и на высшем уровне они сохраняются но тем не менее тенденция такая тревожище вот игорь юрьевич как вы считаете какие могут быть последствия у такого охлаждения ну армения выходит из всех форматов взаимодействия и суд дкб с россией по военной и дипломатической линии в дкб ереван заморозил свое участие и перестал с 2024 года уплачивать взносы бюджета дкб дефакта это выход но скажем юридически не оформлены соответственно не принимает участие в всех саммитах в конце прошлого года в минске был саммит на уровне глав государства дкб пашинян проигнорировал вот сейчас в казахстане был саммит министров обороны а стран членов дкб соответственно ереван проигнорировал а сурен попекян министр обороны на армении вместо того чтобы полететь в казахстан на принятие части он отправился в брюссель там встречался в его переговоры с западными политиками и главами минобороны стран членов нато поэтому разворот как бы он совершен что удерживает пока армению от окончательного разрыва эта экономика дело в том что вот ну после известных событий начало специальной военной операции как мне покажется странным но именно армения стала главным бенефициаром всех процессов и антироссийских санкций потому что экономика стала расти бешенными темпами ну очевидно то параллельный импорт еще какие то вопросы они получили очень серьезный экономический такой импульс ускорения конечно пашинян не хочет это потерять поэтому вот такая знаете политика троянского коня с одной стороны не будет принимать участие но рвать окончательно отношения не станут до момента пока не получат соответствующие пакеты западной экономической военной помощи это обещано пашиняну в ходе известного саммита где он встречался с блинки нам условно фон дер лайн были данные определенные как бы заверения там пакеты помощи французы начали создавать комплексную систему противовоздушной обороны армении это означает выход из форматов интеграционных в том числе в области единый систем по его страны еревана то есть разворот произошел а сможет ли россия удерживать армению от окончательного разрыва не могу ответить на этот вопрос мы пока видим те сигналы и месседжер которые посылают российское руководство это не только галузина заявление но и вот недавнее заявление лаврова министр иностранных дел россии у неприятия европейской миссии наблюдательной который занимается разведывательным подрывной деятельностью лавров открыто сказал что идет ее уже переформатирование из наблюдательной миссии евросоюза в военную миссию нато то есть помимо кадровых разведчиков под дипломатическим прикрытием из числа сотрудников европейских разведок сейчас туда начинают пребывать в эту миссию евросоюза кадровые военнослужащие стран членов нато это подготовка возможно и к неблагоприятным вариантам развития ситуации которые будут подразумевать что вслед за российскими пограничниками ряд объектов форме не могут покинуть и российские военные колени министерства обороны а там мы увидим американскую базу ввс в рибуне и центр электронного шпионажа амб сша и возможно французскую военную базу гимри исключать ничего нельзя поэтому надо конечно противодействовать этим тенденциям но одними лишь сигналами пашиняну публичными этот процесс не остановить необходимо более осмысленная глубокая комплексная работа использования то что называется мягкой силы тем более мы видим что внешние игроки активно уже участвует во внутриполитических армянских событиях но когда гражданин канады в рясе заявляет что он готов свернуть пашиняна и стать премьер-министром якобы на год а дальше посмотрим мы видим что это уже страны нато в лице канады а возможно и других государств активно подключились переформатирование внутриармянских политических процессов опасная ситуация здесь необходим конечно скрупулезный анализ но и многие аспекты как купировать эти тенденции конечно не предмет открытого обсуждения вы понимаете спасибо огромное игорь юрьевич я напоминаю что сегодня у нас в гостях был генеральный директор каспийского института стратегических исследований главный редактор журнала национальная оборона игорь юрьевич коротченко увидимся до новых встреч всего доброго